итак дорогие друзья все собираемся на занятия собираемся на традиционный уже traditional ракторы вчера говорят что начинают матхилимбе шваха маком это начинают вместо надо похвалить хорошее место это мараша называется это место брухата 1 0 уже дело происходит в коллективе это такой молодежный центр его когда-то основал мне кажется основал мотин номер да он был основатель работе номер тонов основал и тут прямо я помню собиралась молодежь но очень было классно вот всегда любил очень сюда приходить а сейчас здесь есть раввелезер стефанский и это бердер вот это да которые рулят час это молодежные лидеры можно так сказать они они молодежь приближают и к богу приближают богу несколько человек недавно поехала из молодежи в ешиву учиться поучились решили сейчас вернулись еще больше будут других тоже обучать то есть как бы идет идет прямо служение богу это святое место можно сказать святое место одно из самых святых мест или я когда помню в 16 лет советское время 89 год пришел в эту синагогу и захожу так ну вот зашел в эту в калиточку не было здесь никого маршист справа здания не было вообще вот я захожу помню в синагогу так в этот в этот вход и там такие сидят деды такие старые какие-то да типа чем пришел я говорю я это самым сыновой зашел посмотреть значит захожу в синагогу будет так темно все какое-то наш темное такое все не но очень было такое мрачное впечатление у меня было и я значит захожу а до этого я же ну я еврей но не из религиозной среды семьи и я не знал вообще ну про бога ничего не знал я до этого пошел я жил центре города это ближе был собор владимирский и думаю зайду в собор который у меня видно был в жизни и там что мне надо было как-то вот определиться с идентифицироваться с поддержкой бога я захожу в этот собор а это был спортсмен такой я как сейчас помню такая шапка вот как сейчас я люблю такой шапки спортивном костюме в красавках захожу так он не очень видно как он наглый был да и значит именно меня какие-то бабки вот сними шапку ты в святом месте думаю вообще снял значит шапку и в сну бабки какие-то или я не захотел снимать шапку я не помню в общем или я не захотел снимать шапку или снял по моему я не захотел уже мне я не люблю когда на меня кто-то давит знаешь у меня такая натура вот всегда была знаешь если меня кто-то давит это как народ жестоковый на то я делаю наоборот наверное не снялся воре шапку я помню но тут я помню что зашел и уже думаю ладно сейчас я уже законы знаю и зашел и снял шапку наоборот эти деды на меня начали типа истукан да чё ты шапку снял но тут нельзя шапку снимать я говорю как нельзя шапку снимать это евреи вообще я говорю я евреи они нет и не вред и татарин у тебя на всю жизнь запомнил что меня татарин я не даже один дед он так сказал мне кажется говорит ты такой же еврей как я татарин или наоборот что-то там ну как-то вот что-то было статус связано вообще с татарами очень много нет недопонимания потому что знаете есть как армянская радио сказала что незваный гость хуже татарина знаете это поговорка и возмутились татары и потребовали изменить извинений так они извиняются говорят мы сказали что незваный гость хуже татарина мы извиняемся незваный гость лучше татарин у меня тоже то татаром назвали кстати очень татар очень сильная нация у татар вы знаете есть внутри есть когда не наем называется но какой-то есть нет нет у них есть мещера как но какая-то разновидность татар их называют татарские евреи сами татар их называют наш но типа татарские евреи они там торгуют они очень такие предприимчивые считаются чем очень предприимчивыми хорошо значит двигаемся дальше девятнадцатом отрывке написано так что но в 18 было написано что садите правильники у них растет их свет растет растет не поднимайся по ступеням на жертвенник мой то есть садик должен расти в свое в своей правильности несколько образно постепенно степь степ теперь но есть стал муде несколько историй когда человек становится праведником в один момент прям в один момент прям есть ешку на ломо бешая хат такие всякие истории но интересно что в этих все в этих историях почему-то человек который стал сразу праведником он сразу после этого умирает и он стал праведником и умер это как бы есть такой закон что что поднимают святости и не опускают святости то есть это в чем прикол здесь что я даже писал книжки каэлит кстати я написал книжку на уроки по экклезиастам можно и показать как это я совсем не продвигаю обычно все авторы продвигают меня как-то по религиозному скромно умалчивая но как-то чуть-чуть она да не видно правильно название и вот так покажем да эту книжечку в этом весь человек эта книжка изучаем каэли царя соломона прекрасная книжка и там есть одна глава которая рассказывается в которой рассказывается о первом израильском космонавте первый израильский космонавт иван раммон который полетел стал цариком на орбите потому что он осветил имя Всевышнего он пролетает над израилем во израильский космонав первые вообще да который полетел в космос он был один из тех летчиков которые разбомбили ирак стереоядерный реактор он есть ибукса он вообще был такой символ израиля не религиозного иду значит они летят на первый раз они над этим самым но когда на орбите и вместо того чтобы спеть там аки и атиква гибн израиля что-то он значит закрыл глаза шма истры но уже до этого подозревали что что-то подобное сделать уже когда они готовились на мысе карат канаверал он потребовал себе кошерную еду в космос он никогда не алкошерный а тут он говорит я в космосе буду есть только кошерная значит он сказал я буду соблюдать шаббат на на орбите и возникла проблема потому что на орбите непонятно да да когда шаббат это не задумано было чтобы в космос летали так ему сказали постим что но он хотел и он значит каждый седьмой день он отмечал по по времени мыс канаверал по времени место откуда не взлета да и значит и когда самолет приземлялся за 11 минут до приземления он взорвался и погиб самолет этот не самолет космический корабль он поди все погибли да то есть он стал цариком реально то есть это было освещение имени всевышнего и он тоже умер за за момент он как бы стал таким да значит поэтому надо расти постепенно есть возможность расти быстро но опасно это это опасно то есть не дальше 20 20 а 19 отрывок путь злодеев как темнота не знают они где они споткнутся то есть злодеи же они выдумывают свою систему координат то есть они то есть бог сказал там он все установил и будет если будете слушать мои заповеди которые заповедую вам сегодня дам там дожди в рано и ранний поздний дождь дам когда надо дам это и соберешь свой хлеб вино оливковое масло дам траву для скота на луга твои все все дам не вообще не переживай а тебе позабочишься от животных позабочишься только соблюдай заповеди тут у религиозного человека все понятно то есть если он соблюдает заповеди значит ему будет хорошо и здесь и там не соблюдает будет плохо и здесь и там не соблюдает злодей тогда вся картина чуть-чуть ну рушится и бывает что и цадиком плохо но это из-за того что злодея не соблюдают и они ну написано что отдались от плохого соседа не приближайся к злодею и не придется тебе отчаиваться от расплаты то есть бывает что и ну цадики сидят говорят но не цадики это ненормальные евреи мы говорили про это да и вообще люди хорошие добрые люди а там злодеи пускай они сами свое делают а злодеи они значит кстати интересная я слышал такую историю как один равен рассказывал это шабтай юделевич папа-мошир делевич он рассказывал такую историю что как-то и и дело было так значит его отец шабтай деревич он такой великий раввин мадит он шел по нью-йорку шел по нью-йорку в субботу и на минху он не успел дойти до харидивной синагоги и увидел синагога реформистская и он значит зашел туда на минху они значит но не как-то соблюдают но так чисто условно и значит а он такой прям боец-боец и он хотел выступить то ли он хотел выступить то ли значит они его попросили выступить но в общем он вышел а синагога была такая там были адвокаты в основном лойер это те юристы евреи да которые жили в манхэттене такая богатый район и значит в общем дело было так что он выступил попросил две минуты или его попросили и сказали только коротко и он говорит хорошо если вы хотите коротко чтобы я выступила выступлю коротко значит в между адом и раем говорит разрушилась стена и значит разрушилась стена из ада идет крики воня этот самый там жар все а рай и там ну там же мира и и значит им это все мешает и они значит требующим дырку заделали а от говорит а мы не будем и заделать эту дырку потому что нам не мешает нам наоборот хорошо свежий воздух иногда птички поют нам все хотя там боль страх и это самое их там жарят но все равно хоть под хорошие звуки и иногда ветерок продует не дай нам приятно нам наоборот пусть будет стена разрушена а рай значит они говорят что как так в общем и они подали в высшие инстанции подали чтобы там рассудили да но эти все сидят и что он говорит все две минуты закончилась они говорят как две минуты закончилась ну а ему дали только две минуты они говорят ладно давай продолжал он говорит хорошо давайте получим сейчас перки а вот потом и начинают перки а вот там вы в общем начинают им ну так как бы да их начинает приближать кто или все а значит час он про них приближает то ли они говорят а история то чем закончилась то и он в конце говорит чем закончилась история конечно победили те которые в аду в этом процессе потому что ну должен чинить тот кому это мешает им она не мешала а а знаете почему они победили те говорят почему он или больше в аду в основном были адвокаты в аду в основном были адвокаты в этом они победили да так он закончился да значит вот злодеи не знаю где они споткнутся они кажется они временно выигрывают он там в одном споре победил в другом споре победил они все время вот в этой войне и казалось бы они могут даже в этой войне временно побеждать но в итоге в войне невозможно победить то есть человек который был живет в системе координат где он злодей ну все он он сам себе нарисовал какую-то игру в которой по любому он проиграет может возникнуть вопрос у кого-нибудь а вот те которые там нарисовали себе такую добрую игру там веганы там какие-нибудь знаешь буддисты да они нарисовали какую-то игру но они тоже не знают где они споткнутся потому что нарисовал эту игру из этой игры вы и исключив бога да то все равно они ну как они живут эти буддисты тоже далай-ламу выгнали добра далай-лама жил себе спокойно в тибете никого не потрогал сейчас он беженец так мало этого его попросили тоже его просил не может приехать это факт видео значит просто съездил в индию мой знакомый григорий аветов который организатор там тренингов чтобы далай-лама записал 20-минутное обращение обратиться что-то по-доброму хотел что-то передать русскоязычным гражданам что-то такое доброе хотел сказать значит приходят нему три человека желтого цвета китайцы такие из посольства и говорят вы знаете типа нельзя показывать это он говорит как нельзя что такое у нас нет свободы слова у нас нету ну далай-лама чего плохого хочет сделать так в чисто добро мир там осознанность они говорят вы не можете это показывать он говорит я буду показывать звонок из правительства буквально там через несколько вы не можете это показывать и он не показал все значит то есть ну кто-то ему звонили люди которые управляют россии там правительство да уже из в начале китайцы сказали он не согласился потом китайцы по своим каналам там надавили на на российское правительство да ему откуда-то позвонили из высоких в бегах я не знаю почему что-то там у них с китаем как-то не ну то есть китай захватил тибет он он ну да китай по моему оккупировал я не знаю все эти тонкости но по факту что даже такие такие вот казалось бы да безобидные люди когда лай-лама они не знают где они споткнутся назвать его злодеем сложно как бы он может быть он злой нас ну не делает да но человек который живет в мире без не признавая власть бога то он принципе нарушает структуру мира в любом случае даже если он по-доброму бога вместо бога предсказал что есть какой-то абсолют да даже если он в принципе вроде бы большую часть совпадает с божественной системой но если он не признает власть бога как хозяина мира и создателя мира то он все равно в это мироздание запускает какие-то процессы которые неизвестно чем закончится потому что тот кто создал мир этот то его структурировал у него есть конкретная вот то есть система работает вот так бог его ее создал он ее запрограммировал он дал человеку возможность выбирать но тем не менее он установил законы по которым она должна работать и тот кто это от пытается отрицать ему капец все это о чем сказал нам царь соломон в девятнадцатом отрывке путь 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 это широкая дорога путь злодеев он все равно в темноте то есть ты вроде идешь вроде все видно да все понятно человеку там люди которые говорят а я никого не обманывая честно живу там все все делаю правильно все честно все равно если ты делаешь все правильно но без бога потом наступает бах майдан днр лнр все забрали все отобрали потому что все равно система должна работать по божественным законам все иначе она будет разрушена любая система дальше а что нам вместо этого предлагается дальше нам предлагается двадцатый отрывок сынок говорит царь соломон сын мой ледворай акшива слова мои прислушайся к моим словам он говорит просто прислушайся то есть слова торы есть вот это вот прислушайся к словам имеется ввиду что человек внутри он производит какие-то мысли все время но производит какие-то мысли исходя из тех мыслей которые в него уже попали то есть не может человек произвести мысль и я не могу на титая идти простисти сейчас ни одной мысли у меня нет в голове ни одного китайского слова и как бы я не старался проводить мысли на титая иском езоте я не смогу Теперь, если я услышу китайский язык, и мне его объяснят, и я пойму значение слов, тогда я смогу создавать внутри какие-то новые конструкции из китайских слов. Теперь божественное знание человек может получить только извне. Он не может его произвести. Он не бог, он не пророк. Он может только вначале загрузить свою голову словами царя Соломона, который был с Богом на контакте, царя Давида, который полностью был на контакте, то есть царь Давид был с Богом как одно целое, да? И вот эти 150 псалмов Давида, это как бы, это слова, в принципе, это слова человека, царя Давида, обращенные к Богу. Но это слова такого человека, у которого внутри есть уже божественная реальность и вся Тора. И поэтому, когда кто-то хочет с Богом пообщаться, он берет эти слова царя Давида, устанавливает коммуникацию своей души с Богом, то есть как бы устанавливает интерфейс, читает псалмы. Установил он этот интерфейс, а потом, когда у него появляется его какая-то внутренняя, там, личная уже связь с Богом, то у него есть этот интерфейс, по которому он соединяется с Богом, то есть у него есть слова, он может это как-то выразить, да? Теперь, а понять Бога как? А понять Бога наоборот, когда ты читаешь книги пророков, обращенные к людям, то пророки, они же не от себя говорили, а они говорили от имени Бога. И главный пророк это кто? Машера Бейну. Машера Бейну через Тору он передает вот это вот слова Бога, прям в чистом таком виде, шух. А потом, чтобы эти слова Бога в чистом виде, они закрепились на жестком диске, есть слова мудрецов, которые объясняют, как это все работает в жизни. Это все талмуд, устная Тора, как это все, ну там, имплемет, как имплемет, вот касается, имплементируется в жизнь, да. Как это все имплементируется в жизни, это уже устная Тора, слова мудрецов. И дальше ты начинаешь жить в другом мире, то есть у тебя появляется как бы внутренняя реальность, которая наполнена словами Торы. И он говорит, бни ледварай акшива, послушай мои слова, он говорит, услышь их в начале, леамарай ад азнеха. И для моих, как бы, сказаний, значит, поверни свое ухо, ухо свое поверни, значит, послушай и ухо поверни. То есть это как бы идет удвоение, удвоение важности этих слов, но, может быть, тут есть еще какой-то скрытый смысл. Значит, а, вот смотрите, есть леакшив, это послушать слова, их объяснения, вот так вот объясняет Малдин. Значит, какая разница? Значит, первое, вот на английском написано так, my son, listen to my speech. Сынок, послушай мой speech, мою речь. Incline your ear to my words. Incline, да, to my words. В чем разница? Малдин нам четко объясняет, в чем разница, и в английском переводе это тоже видно. Speech это речь. Значит, speech, вот у меня сейчас это speech, я объясняю вот этот посук. То есть, послушай мои объяснения, это первая часть. То есть, я передаю своими словами то, что сказал царь Соломон в простых выражениях. Сынок, услышь мои слова, услышь мою речь, да, услышь мою речь, и к моим словам преклони ухо свое. Это сказал царь Соломон, это его слова. Я эти слова объясняю. Так вот, в первой части написано, сын, мои слова послушай, мой спич, мою речь послушай, послушай объяснение. А во втором части, амарай, слова, и запомни мои слова. Просто запомни их, сохрани, то есть выучи наизусть вот эти слова, и пойми их объяснение. То есть, когда мы воспринимаем Тору, мы должны с одной стороны взять в чистом виде вот эти вот, ну, псутим, отрывки из Тора, особенно из письменной Торы, их запомнить, как бы понимать их смысл. Я очень советую прямо, я помню, когда-то я начинал учить, я над каждым словом писал карандашиком перевод. Вот, я вот начал понимать каждое слово, то есть слова, они должны войти к тебе на жесткий диск, сами слова, и объяснения помогают эти слова, там, ну, имплементировать. Имплементировать, да. Понятно, да, что он имел в виду? Очень сильно это, мало ли, объяснил. И последний сегодня пасук, аль ялизу мейнеха, не уйдут они от твоих глаз, шамрем бы тохли вавеха, и сохрани их внутри своего сердца. Дальше нам объясняется, что мы говорим каждый день два раза в Шмай Сраэль, что в лото Тору ахарел вавхем вахарей нехем. Не ходите вы за вашими сердцами и за вашими глазами. Ашера тем зу ним ахареем, потому что вы совращаетесь, сидя за ними. Значит, глаза человека и его сердце, то есть его мышление автоматическое, они созданы специально, ну, для других целей, скажем так. Глаза ищут пищу и ищут опасность, то есть они ищут удовольствие, ищут опасность. Это на автомате, когда человек сидит, он не может сидеть на автомате, он сразу ищет, что бы съесть, там, ну, то есть это чисто на автомате. И где там опасность, что там двигается, да, вот он все, вот так вот. А автоматическое мышление, оно на автомате подключено к глазам, и оно начинает ассоциативно перебирать все, что подходит к тому, что ты видел. Причем все это идет в разрезе, опять же, только поиск удовольствия и поиск убежать от страдания. Все. Если ты отпускаешь просто на поток свое мышление, свои глаза, то гарантированно оно тебя ведет в то, что торой запрещено. Потому что все, что, ну, то есть какие-то... Самое большое удовольствие это сексуальное удовольствие, а они разрешены торой только в узких рамках семейных отношений, то не всегда. Да. То есть все. Поэтому, что ты искать? Что человек ищет? Ну, что ему искать дальше? Уже все, ты женат. А если ты не женат, так тоже ты не глазами должен выбирать, а мозгами, на ком жениться. Потому что если ты глазами выбираешь, то будет как шамшон, который, ну, выбирал глазами, потом глаз лишился. То есть Тора, она нам говорит, ты должен быть сосредоточен и осознанно прямо думать, о чем слова Торы должны быть перед твоими глазами. Шамшонурок называется «Шевите Ашемлены Гдитамид». Представляю, Бога всегда перед тобой. А как можно Бога представить «Шевите Ашемлены Гдитамид»? Так я слышал, что большие цадики, как Раби Нахман, там, ну, большие такие цадики, они именно эту фразу-то и представляли. У них как бы на внутреннем взоре, вот так вот фоном, всегда шло, вот это огнем прямо иногда они представляли. «Шевите Ашемлены Гдитамид». Сама эта фраза «Представляю Бога всегда перед собой». Ну, буквы просто огненные такие. И у него, получается, он сидит, разговаривает, а у него внутри так, как бы внутренним взором, как экран такой внутри. И это я слышал, что у Раби Нахмана это было прямо с пяти там лет. Ну, то есть с раннего, с раннего детства они были, это как внутренняя постоянная медитация. И он все время сосредоточен на вот этой своей связи с Богом именно на визуальном ряде. То есть это, есть сидуры такие, в которых Рашаб, по-моему, это сидур называют, не Рашаб, Рашаш, Сидур Рашаш. Там, где имена Всевышнего, там в разное написание, в разной транскрипции, вот это имя Всевышнего. И они прямо, я видел одного человека, который по этому сидуру молился. Он 40 минут, Беркат Амазон, по этому сидуру молился, разглядывая имена Всевышнего и их визуализируя. То есть, проходя через эти имена, совершенно там другие уровни. Это написано «Алья Лизу Мейнеха», они не сдвинутся от твоих глаз. То есть ты все время должен слова Торы видеть своими глазами. Иначе все. И второе тогда «Шамрем бетох левавеха», сохраняя их в твоем сердце. То есть и тогда в своем мышлении ты их будешь сохранять. Как написано, когда ты хочешь запомнить Тору, «Хесет веемет алия звуха», что «Хесет веемет», «Хесет» это милосердие, истина, «Алия звуха», не оставит тебя. «Катвем аль луах лебеха», «Напиши их на скрижалях своего сердца». То есть представь их, как они написаны. То есть это «Напиши их на скрижалях своего сердца», это «Закрой глаза», и вот представь, как ты пишешь. «Хесет веемет алия звуха», не оставит тебя. Как ты на доске пишешь на иврите, да? А можно выбивать прямо. Если ты можешь представить, что ты выбиваешь эти слова на стене молотом, и ты их выбиваешь, то за то время, пока ты это представляешь, они проваливаются на жесткий диск. Потому что специалисты в запоминании, они говорят, что мозг определяет, что запомнить, что нужно для долговременной памяти по тому времени, в котором информация находится во временной памяти. То есть как мозг может узнать, что запоминать? Значит, у него есть два критерия. Первый критерий – это эмоциональная наполненность, когда что-то тебя или пугает, или дает тебе удовольствие. Второй критерий, который пропускает информацию новую на жесткий диск, долговременную память – это время нахождения этой информации во временной памяти. Теперь, если человек хочет запомнить какой-то пасук истории, слова истории, он закрывает глаза, смотрит на него еще раз. «Алия лизу майонеха». Вот я, например, этот пасук хочу запомнить. Я себе представляю. «Альш». Я выбиваю вот это вот слово «Аль». «Алиф ламет» на стене. Потом «Я лизу». «Ют ламет» «Ют зайн вав». «Ют выбил ламет» «Ют зайн вав». «Я лизу». «Алия лизу». Я вот выбиваю. «Катвемальну ахлебеха». «Кашремаль гаргаратеха». «Привяжи их на свое горло». И когда ты выбил эти слова, дальше ты их представляешь, и ты говоришь «Алия лизу», и ты кому-то произносишь их вслух, объясняешь. «Алия лизу майнеха». «Алия лизу майнеха». Когда ты это сделаешь несколько раз, мозг, он прямо в него впечатывается, эти слова Торы. Они отпечатываются на жестком диске, а тогда тебе их легко сохранить на сердце своем. Сердце своем, то есть тогда тебе легко, в твоем мышлении, как бы они принимают живое участие. Потому что дальше информация заходит во временную память, внешняя информация. А у тебя всплывает пасук. Какой у тебя всплывает пасук? Ты же должен сохранять свои глаза. То есть ты должен... Нам же сказала в предыдущем, что нам сказали? Нам сказали, что... Так, какое-то обновление у тебя загружается. И верну. Хорошо. Вы уверены, что хотите отменить? Продолжить. Ладно. Все. Это нам знак, что надо останавливаться. Все, дорогие друзья. Мы сегодня провели очень мощный 27 минут урок. Все. Значит, я вам советую. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста. Вот эту главу есть в описании. И выберите себе какой-то отрывочек. И сделайте это упражнение прямо... А если вы еще буквы не знаете на иврите, так возьмите, выучите буквы Алиф Бейт таким способом. Закройте глаза и представьте, что вы выбиваете букву Алиф на стене. Таким долотом. Прямо Алиф, Алиф, Алиф. Выбивайте. Хотя бы 3-4 минуты вы выбиваете эту букву. И вы ее запомните навсегда. Все. Удачи, успехов. Шаббат, шалом. Все. Шаббат, шалом. Всем пока.